ребята всем привет вам довольно таки зашел мой предыдущий формат где я рассматриваю антропологию какого-то явления либо я рассказываю биографию классных женщин рассматриваем с вами различные явления и в сегодняшнем ролике я хотела бы рассказать вам о кукле барби потому что это настоящее явление во-первых скоро выйдет фильм и нарастает шумих вокруг нового фильма барби в который мы еще не знаем что нас ждет сегодня мы с вами некоторые гипотезы предположим в течение жизни нас очень часто сопровождала кукла барби потому что кто-то о ней мечтал кто-то ориентировался на нее у кого-то были пузатые куклы барби у кого-то обычные у кого-то с кеном с подружками и так далее для кого-то это было пагубное влияние потому что все-таки она задавала некие стандарты но наверняка вы в курсе песни группы аква она барби герл если прочитать перевод этой песни то там буквально призыв делай со мной все что хочешь делай мне волосы какие ты хочешь раздевай меня как ты хочешь и призыв что вот мол я из пластика из fantastic и делай все что со мной захочешь и когда я готовилась и прочитала перевод этой песни я очень сильно расстроилась образ барби действительно такой очень податливой игрушки с которой можно делать все что захочешь но на самом деле до барби хоть и из пластика но она не так просто как кажется на первый взгляд я раскопала очень много интересной информации для вас сегодня все вам это расскажу как вообще произошла кукла барби какой был изначально посыл и какие она переживала изменения это супер интересно поэтому надеюсь что вам понравится сегодняшний ролик и погнали давайте начнем с вами с обсуждения того кто же такая создательница барби потому что там целая драма в один момент ее обвинили в коррупции отстранили от ее собственной компании дочка заявила что барби значит для нее гораздо больше чем ее собственные дети в общем биография там просто сумасшедшие поэтому давайте начнем с создательницы барби кто же она такая рут москович была десятым ребенком своей семье и вообще ее семья еврейского происхождения при этом жили они в польше и затем эмигрировали в сша так как это совершенно другие времена то есть вообще другая эпоха она родилась 1914 году то ее родители изначально хотели чтобы она просто нашла себе успешного богатого мужа вышла за него замуж и все и были изначально супер ей недовольны за то что она решила поступить на курс дизайна это был колледж и она поступила на курсы промышленного дизайна но вот в 38 году заветная мечта родителей сбывается и рут выходит замуж за элиота хендлера есть такая легенда что элиот хендлер изначально вообще в гараже естественно в гараже потому что любой успешный бизнес начинается именно с гаража в америке так вот в гараже он открывает свою компанию мотел по производству рамочек для картин и так как остается какая-то древесина после производства то на эти остатки однажды рут предлагает своему мужу начать производить какие-то игрушки надо понимать насколько интересный был путь у рут потому что он был такой очень волнообразный вот она придумывает делать игрушки изначально до деревянные их компания немножечко начинает подниматься затем все стабильно тут она едет швейцарию придумывает идею куклы потому что плюс ко всему ее дочку очень часто вместо вот этих пупсов играла вырезанные журнала женские фигурки и у нее такая ассоциация сработала она выкупает вот сюда авторские права значит на лили запускает свой бренд игрушек и тут же сталкивается с хейтом потому что все начинают ее обвинять в том что это слишком вульгарная кукла и вообще мы не будем своим детям эту игрушку давать тем не менее она не сдается она запускает рекламу на телевидении после этого взлетают продажи просто миллионы долларов она получает там в первые 10 лет работы компании рут заработала полмиллиард долларов дальше она и вовсе становится первой женщиной президентом ассоциации производства игрушек америке далее рут назначили членом консультативного совета по делам бизнеса при президенте никсоне и это клёво потому что на те времена как бы женщины по сути только начинают получать свои права и в принципе подступать каким-то деловым высоким статусом поэтому рут в этом плане вообще прирывная была женщина но в этом же году случается очень такой страшный момент в ее жизни потому что она узнает что у нее рак груди и лечение ей далось очень непросто то есть это повлияло как пишут на ее дееспособность и она далее уже занимает роль именно президента компании только номинально а в 78 году новый удар потому что ее обвинили в махинациях с ценными бумагами ее судили приговорили к пяти годам условного срока и выплате штрафа далее начинается травля рут в сми и ее вообще отстраняют от введения дел компании но рут справляется с этим очень здорово она начинает вообще помогать женщинам она начала заниматься выпуском протезов для тех кто перенес операцию на груди и в 91 она отдает свою компанию медицинской корпорации далее у нее умирает сын а дочка в этот момент обвиняет ее в том что ей куклы важнее и что она мало уделяла времени своим детям ну и кстати про эмантипацию это я вроде как сама придумала но на самом деле я вот сейчас нашла что как бы я просто обдумывала времена появление игрушки так далее но сейчас нашла цитату что сама рут написала свою автобиографию когда стата там есть такая интересная что вся философия барби заключалась в том что через эту куклу маленькая девочка может попробовать себя в любой роли какую пожелает и барби всегда отражала тот факт что у женщины есть выбор вот поэтому действительно логика в том что пупсы значит мама а тут женщина и можно профессии менять одежду менять кенов менять и всякое такое плюс рут была довольно таки рисковой мадам потому что два таких факта еще прочитала в ее автобиографии что во первых когда она вообще представила там одному из рекламных агентств идею создания игрушки то все и сказали что это вообще не возьмет никакого успеха рыночного и почти все рут об этом говорили она рискнула и рискнула как во первых компания motel в один из моментов купила там на старте своем рекламу которая составляла 500 тысяч долларов хоть сумасшедшая сумма если честно ну да 500 тысяч долларов а это составляло вообще полностью весь совершенно их бюджет то есть тут все деньги которые имела компания была 500 тысяч долларов и они все 500 тысяч долларов вложили в рекламу и это вызвало огромный фидбэк почти что игра в покер согласитесь а второй факт что когда рут все говорили что вот это мне возымеет успеха она короче такую схему придумала что мы продаем саму игрушку барби по себестоимости а вот уже дополнительные аксессуары и наряды мы продаем за день это был очень хитрый ход потому что на самом деле по очень очень дешевой цене купить игрушку супер вариант а потом на это типа подсаживаются условно все вокруг и хотят уже купить какие-то дополнительные аксессуары вот на этом они зарабатывали и это принесло им огромную прибыль и тоже интересная история что на самом деле просто в 50-х выходил там один журнал и у них освободилось в колонке место так гласит легенда они решили туда разместить комиксы а в то время все сходили с ума по бриджит бардо и по марлин монро поэтому карикатурист решил почему бы не создать именно карикатуру и комикс связанные с такими типа сексуальной блондинкой назвали ее как раз лили ну и позиционировали ее как настоящую сердцеедку вот эти вот все фильмы знаете с 50-х когда там diamonds are the girls best friend и все такое в общем то в этом комиксе или разводит мужчину на деньги просто вышел этот комикс и он стал настолько сильно вирусным на тот момент что стали изобретать уже и куклы с этой лили и вот рут приезжает швейцарию а тогда эти куклы можно было найти только в табачках либо сувенирках вот видимо она зашла в сувенирку и увидела эту вели и рут идет на следующий шаг что она решает выкупить права на эту игрушку собственной и ей довольно легко отдали эти права потому что ну просто игрушка игрушка какой-то карикатура временная история и уж тем более никто бы не мог подумать что эта игрушка с довольно тяжелым макияжем прическа укладкой вызовет какой-то интерес у детей так ребятки о ноу меня раздражает что здесь кондиционер вас это раздражает хотите я вот так и буду сидеть короче я сейчас гулял и я поняла что не хватает в нашем с вами видео про барби это блин нет меня ты песен так исправить вот так нормально и так мне кажется важным проговорить то что мы очень много в этом выпуске разговариваем на тему идеалов принятия себя рпп идентификации себя фигуры поэтому важный дисклеймер мне кажется очень важным именно в этом видео проговорить еще раз насколько важна качественная психотерапия разные внешние факторы медиа появление тех же кукол стандартов журналов они действительно влияют на нас очень сильно и мы можем с этим справляться мы можем взращивать внутренний стержень мы можем пробовать применять разные практики из психотерапии которые помогут нам стать сильнее оценить себя отстаивать свои собственные границы я очередной раз хочу порекомендовать вам именно сервис альтер почему потому что качественный психотерапевт это одно но регулярно появляются новые техники новые исследования и мне очень нравится то что альтер это не просто каталог психотерапевтов альтер проводят обучение для психологов они направляют своих специалистов на супервизию и это помимо того насколько качественный в принципе отбор например при собеседовании они проводят тест на эмпатию и этику еще у альтер очень сильная команда поддержки и в течение уже двух лет они помогают людям разобраться с их вопросами и получают в ответ очень классный позитивный фидбэк но это почему я люблю поддерживать сервис альтер это еще и потому что у них самый экспертный и ориентированный на исследование сервис на рынке они опираются на доказанные методы в терапии и приносит лучшие международные практики в русскоязычную терапию я надела свои очки снова для того чтобы рассказать вам про один закрытый клуб это альтер club новая полезная фича в сервисе альтер где можно для именно клиентов сервиса закрытый клуб обсудить различные темы это место где можно безопасно обсудить свои какие-то проблемы вопросы связаны с психотерапией обсудить свой опыт поделиться инсайтами найти поддержку единомышленников каждый месяц альтер club выбирает определенную тему вышимки из теоретического материала вопросы ответы с психотерапевтом задания разные дают ну в общем мне кажется это отличное дополнение к терапии но важно понимать что это не какой-то супер серьезный формат в чате а просто там можно стикерами обмениваться в общем как вы с друзьями себя ведете точно также обсудить какую-то свою проблему и никто там глаза не закатит или не обшутит а поддержит и может быть какой-то ценный совет даст в общем сплошные плюсы можно выговориться это бесплатно можно найти друзей посмотреть вебинары найти ответ на свой вопрос ну и в принципе возможности выговориться и быть услышанным это же самое важное но пойти в терапию стать частью классного комьюнити гораздо приятнее с промокодом редактор на скидку 20 процентов на первую сессию мне кажется это отличный старт психотерапии поэтому я вас поддерживаю ребят ссылка внизу в описании обязательно переходите на альтер и если у вас есть какой-то запрос то начинайте свою терапию вместе с моим промокодом я вас на этом пути поддерживаю ну а мы с вами продолжаем разбирать барби ее влияние и это тоже будет моя некая поддержка и вот поэтому прототипу создается кукла барби первая версия на самом деле она даже не блондинка она рыжая и у нее по-другому выглядит фигура то есть если мы знаем барби такую плоскую то на тот момент у барби такая пышный бюст такая пенап герли и вообще имя название барби это имя дочки то есть в честь барбары у нее была дочка барбара и она назвала барби в честь своей дочери и вообще-то вы наверное не знаете но у барби есть биография она родилась в висконсоне висконсине да ее родители звали георг и маргарет и она семьей переехала в нью-йорк где училась в высшей школе в манхэттене и у рут по сути изначально были такие настроения что нужно применять девчонкам действительно не только образ матери но еще и как бы модели что-то она и высшую школу ходит и что она и актрисы и что это барби который меняет наряды у нее вообще свои дела плюс ко всему как все мы знаем и насколько вот и подбираемся потихонечку к теме фильма что кен это всегда такое приложение к барбе то есть тоже необычная история потому что просто как бы такая дополнительный прикол к основной барби и у них кстати тоже есть своя история биография что они познакомились на съемочной площадке плюс ко всему их отношения длятся аж 40 лет я не знаю я правда читала такие источники информации что мы вот они там 2004 году расстались а потом в течение 40 лет они уже были вместе но кен так и не сделал предложение барби поэтому если вам кажется что он долго не делают предложение всегда можно вспомнить барби и вообще такой концепт того что вот как бы есть барби основная игрушка а есть ну там домик машина у нее есть но есть кен еще и так далее но она как бы такая основа а вот кстати как выглядел первый кен около среди именно девочек-подростков становится стремительно популярный и все уже себя хотят барби и все обмениваются информацией где у кого какая какие нарядики есть просто вдумайтесь в первый же год существования компании motel они продали 350 тысяч экземпляров сама кукла стоила 3 доллара а вот наряды к ней стоили немножечко дороже их было огромное количество поэтому можно было выбирать каждый сезон новый какой-то наряд плюс уже помните были аксессуары разные туфельки какие-то часики короны я помню даже были в общем там нормально они стали зарабатывать именно на теме аксессуар и вот в 90 уже поднимается целая буря негодования и мне кажется справедливо и я вообще поддерживаю то что люди рефлексируют на эту тему я прям помню этот момент когда вот все играли играли в барби всем казалось красиво 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 вот я тоже хочу становится вообще культ вот этого я уж не знаю вряд ли это скорее связано с появлением барби а барби стал отражением этих стандартов того чтобы 90 90 блондинка голубоглаза вот это вот все своего пика это достигает 90 очень круто я прям помню это во всех журналах что вот там медики решили провести расследование по сути и показали как выглядела бы в реальной жизни барби если бы у нее была такая же фигура у обычной женщины как у барби и они показали то что она не смогла бы жить она не смогла бы ходить она смогла бы дышать и это все супер экстер нереалистично а многие девчонки загонялись потому что когда ты играешь чем-то что похоже по идее на тебя и должно быть похожим тебя ты это как бы анализируешь и все стремятся вообще бум рпп постоянно диет и так далее еще и кукла барби подливала масло в огонь ну и плюс там уже пошло то что у куклы барби не было бы естественно месячных и минимум где-то килограммов 10 надо было бы прибавить хотя бы для того чтобы приблизиться к минимуму вот поэтому это немножко так всех подросла было и насколько я помню даже кукла барби изменила затем свои параметры не все еще не идеально конечно но изменила и затем я наверное думаю что вы помните эти все кринжовые передачи когда появился вообще вот этот вот синдром барби его так называли когда люди разные девчонки и парни становились похожими на барби и хотели сделать специальную пластику под барби сидни джексон стала самой известной барби она была очень сильно не похоже и она потратила 50 тысяч долларов на пластические операции ради того чтобы приблизиться к своему идеалу и вот как раз девяносто седьмом году барби делают немного шире талии выпускают в производство но это от хейта конечно же не спасло потому что команд нужны разные 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 барби почему 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 только кстати насчет разности еще в шестьдесят восьмом году уже стали обвинять барби в расизме и поэтому в том же шестьдесят восьмом году у барби появляется ее лучшая подруга наверное вы помните это кристи она афроамериканка кстати какие у вас были барби интересно мне будет супер интересно почитать что вы вообще помните о своих куклах потому что я помню что у меня была только одна кукла барби она была беременна так животик опускался я думала младенец вываливались может быть поэтому я не хочу детей что-то я сейчас задумалась что вообще-то кринжово было по-моему еще у меня был кен а так все остальное у меня были только мягкие игрушки больше пластиковых у меня особо не было только когда совсем маленькая была была кукла кати большая такая кукла и на кстати больше нравилось чем барби я как-то по барби особо не угорала я скорее хотела бэйби борна вот кого я очень сильно хотела помните магазин на диване когда рекламировали бэйби борна и вот он мог блевать его можно было кормить он мог рыгать ему надо менять памперсы он плакал смеялся и вот всякое такое и я хотела себе бэйби борна очень сильно но у нас не было денег на бэйби борна поэтому я просто звонила здравствуйте я хочу себе бэйби борна мне говорили мама когда придется работать тогда и поговоришь и вот поворотный такой момент я помню случился в 2016 году как-то захожу я в аэропорт и там вот так вот вся полка в абсолютно различных барби о вау я тогда была вообще в восторге во первых четыре телосложения барби тогда вышло и семь оттенков кожи и барби размера плюс сайз даже попадает на обложку журналу тайм постепенно начали появляться также барби и с различными заболеваниями такими как витилиго синдромом дауна с протезом руки барби на коляске была барби салапеции также была ну в общем они прям молодцы потому что действительно это супер важно и очень очень трогательно потому что я считаю что это абсолютно нормально когда можно ассоциировать себя с этой куклой а то иначе вот все куклы одинаковые и ты думаешь типа ну наверное вот этот тип образ взрослой женщины и вот такой вот он а если я другой то есть что-то не то я правда была очень сильно рада во первых вот насколько сильно меня поддерживала в детстве то что у диснея и в кинематографе тоже все-таки был образ не только блондинки голубоглазый но еще и была бель и я обожала бель потому что я могла себя с ней ассоциировать и вообще касается чудовища был моим любимым мультиком в детстве вот сейчас уже нет естественно но тогда я могла хотя бы себя как-то ассоциировать с ней меня это прям супер нравилось второе что в диснея была вот эта история довольно частая о потере родителей и поэтому мне казалось что все мои персонажи диснеевские которых я смотрю они такие же как и я у них также не знаю там в короле оливье не стала батька или где что-то еще все время это блока это поддержка мне кажется что это очень здорово самое главное что появляются такие игрушки что появляются мультики вроде современные русалочки и сейчас посмотрим еще что за фиму барби выйдет кстати интересно что барби на коляске появилась еще в девяносто седьмом году ее довольно быстро раскупили на потом видимо это был какой-то типа спешил линия и потом и сняли с производства и вот в девятнадцатом году вернули смотрите как клево мне кажется что они выглядят как супергерои вообще и я хочу на этом заострить немножечко свое внимание потому что на самом деле появилось довольно много противников представляете у этого и я этому была очень сильно удивлена но вот это знаете как русалочка должна оставаться такой как она есть барби должна оставаться таким как она есть и мало того что то что я проговорила про ассоциацию себя с персонажем либо с куклой хочется все-таки еще сказать что блин дети довольно часто могут неадекватно да и реагировать на детей которые там не знаю в чем-то не похожи например с тобой мало того что очень важно чтобы родители все это проговаривали со мной вам всегда это проговаривал поэтому я была главным заступником разных абсолютно детей вот но тем не менее репрезентация тоже очень сильно важно и игрушки тоже очень сильно важны потому что когда допустим там в детстве для себя представляют ситуацию когда там встречаешься допустим с человеком свете лига и ребенок может не знать как на это среагировать и чем больше будет репрезентации в мультфильмах и в игрушках тем быстрее будет происходить адаптация и ребенок у которого витилиго он не будет сталкиваться постоянно вот с этим вот первой какой-то реакции там что непонимание и постоянными вопросами а игрушки если допустим везде да будут в арсенале игрушки с барби свете лига или там барби размером плюс сайз или еще что-то это же ведь очевидно что гораздо реалистичнее выглядит игрушка не знаю с аллопецией потому что это существует в реальности нежели чем игрушка барби обычная стандартная потому что такой не существует в реальности плюс возвращаясь помните я вам рассказывал про аэропорт забыла вам рассказать что я тогда увидела я прям сфоткала что появились барби с различными профессиями я помню что была барби пожарная барби инженер барби строитель барби президент либо политик такая в костюме а и барби космонавт поэтому уже за те игрушки которые вот стали появляться вообще жесткий респект производителем барби потому что на самом деле это супер полезно что девчонки сразу же смогут себя ассоциировать там с какими-то профессиями которые привычно считаются там не женскими и так далее а тут как бы сразу же у тебя есть такая игрушка мне кажется это классно можно от этого отнекиваться и говорить что это просто игрушки но тем не менее мы с детства усваиваем все равно какие-то паттерны поведений то есть если там мы в детстве больше играем в дочки-матери то это все равно некий паттерн того что я сейчас это вот моя роль да там матери в будущем например или вот эта роль добычика да что вот мальчики всегда играют в одно а девочки играют все время в другое поэтому это здорово и я вот допустим благодарна своему детству по части того что мы всегда играли и девчонками и пацанами футбол и у нас не было такого то есть мы просто вместе играли не было какого-то гендерного разделения в этом смысле но конечно парни с нами чтобы играли в какие-то куклы я не помню у парней в этом плане как будто бы еще пожестче в детстве все обстоит и в 2013 году у них даже барби выходит коллаборация с наса и в заявлении компании motel говорится что мы хотим чтобы работа барби в наса присоединилась к списку из 130 уже имеющихся у барби профессии и простая штучка и что примечательно как раз если так проследить за историей темнокожая кристи появляется прямо в разгар как раз борьбы темнокожего населения за свои права еще такой интересный нюанс на тему куклы в инвалидной коляске я заметила когда рылась в источниках что коляска шла в комплекте вместе с куклой барби и во первых ее коляска в общем не проходила через дверной проем домика куклы барби то есть она не могла туда попасть а второе что у него волосы в колесах застревали и это как-то не было предусмотрено и получается что в этом кукольном мире было бэйки так звали эту игрушку приходилось довольно таки трудно я прочитаю сейчас вам один факт то что начинаю просто рассказывать и начинаю плакать короче я вам рассказала про эти трудности бэйки но с инклюзивными куклами не распрощались не распрощалась фирма motel потому что 2013 году на свет вышла кукла который звали элла и это как раз кукла у которой не было волос и эту куклу выпустили ой все сейчас но в общем эту куклу вообще выпустили по просьбе инициативных довольно родителей которые собрали целую петицию о том чтобы выпустили такую куклу барби и даже затем на change.org небезызвестным создали петицию о том чтобы эту куклу бесплатно отдавали детям которые проходили химиотерапию вот и до сих пор в сша эту куклу дарят бесплатно каждому маленькому пациенту который прошел химиотерапию еще вау фактов о том насколько на самом деле не стереотипная кукла барби еще восемьдесят пятом году вышел такой statement от компании motel что нет разделения профессий на женские и мужские поэтому они выпустили целую линейку девочек с разными увлечениями там были кукол которые занимаются в сфере науки шахмат и гимнастики вот что они пишут в своем стейтменте столетиями девочкам восемьдесят пятый год столетиями девочкам навязывали что они недостаточно хороши для того чтобы заниматься математикой что в технике они никогда не разберутся потому что у них другой склад мышления вот восемь пятом году еще они стали бороться этими стереотипами кстати барби айтишница если что тоже есть также довольно вдохновляющая была серия кукол барби там было где-то 17 кукол барби с женщинами которые вдохновляют существуют в реальной жизни как бы в их честь вышли куклы там было например знаменитая фрида коло также были разные женщины которые там сфере математики супер крутые также там была женщина пилот которая первый пролетел над антарктикой вот в общем такая очень вдохновляющая но не обошлось и без казусов конечно же давайте перейдем к ним в девяносто втором году я говорю и я в шоке какого-то фига выходит линейка барби которая издает звуки но вы знаете довольно популярный когда нажимаешь на какую-то куклу она издает какие-то звуки так вот кукла барби девяносто втором году издает такие звуки как я люблю шопинг математика это трудно я не верю вот я просто не верю я не знаю как такое возможно но давайте к этому относиться так что барби может заполучить все профессии мира но все из-за того что она блондинка голубоглазая все еще стереотипно видят в ней женщину которая просто может кричать что она любит шоппинг поэтому хорошо что все возмутились и естественно эту барби сняли с производства вообще я наткнулась когда искала еще на какие-то совсем трэш истории я им не верю я им не верю я пыталась их проверить есть несколько источников которые говорят что это правда но я уверен просто на сто процентов что это какой-то угар ну потому что я не могу это поверить ну понятно что да кукла барби с пузиком и с младенцем это мы все с вами помним о май гад ребят уже очень сильно темно вы меня хоть видите вообще я нашла еще вот такие смешные куклы барби но это естественно какие-то не знаю нейросети и и подставы вот есть курящая кукла барби пишут что вот якобы ее сняли с производства ну конечно же я уверена что это какой-то фейк есть также барби у которой проблема с законом вот хотя не удивлюсь что в период популярности гламура линси лохан и перис хилтон может быть действительно такая кукла барби существовала ну и конечно же очень много барби появляется в различных фильмах мультфильмах песнях и так далее в истории игрушек она также появляется и вот сейчас новый бум это фильм с марго робби и также моя любимая режиссер но не любимая но мне очень она нравится грета гербик она сняла маленькие женщины если вы не смотрели пожалуйста посмотрите боже как же мне нравится этот фильм он очень комфортный там офигенные актрисы и актеры и системы тишом этом играет вот потрясающий фильм леди бёрд тоже очень душевный классный фильм и так как у этих фильмов такое феминистическое направление я убеждена что фильм барби нас пока что обманывает в тизере и абсолютно точно удивит я уверена что это будет какая-то история опять же про стандарт и так далее это понятно но уже как бы вокруг фильма начинают бродить какие-то истории вот прямо триггерящий допустим сейджизмом потому что там кто-то говорит что райан гослинг якобы не подходит на эту роль хотя мне кажется вообще идеально подходит и интересная история как райан гослинг согласился на съемки этого фильма что ему как раз позвонила режиссерка фильма и он поднял трубку и долго обдумывал это предложение играть ему кена или нет и он выходит во двор своего дома и сзади обходит дом и там валяется кен просто какой-то кен чей-то кен валяется непонятно почему хотя он там его никогда ни разу не видел он подумал что это знак и надо соглашаться поэтому он согласился на эту роль мне там нравится актерский состав безусловно потому что там несколько актеров и актрис играют из моего самого любимого сериала на планете земля это секс education половое воспитание я просто главный амбассадор в россии мне кажется этого сериала если вы тоже не смотрели я настоятельно рекомендую посмотреть первый сезон мне нравится меньше 2 мне нравится больше 3 вообще просто любовь поэтому я прям завидую всем кто не смотрел я посмотрел уже 500 раз по кругу поэтому актеры просто любимочки режиссерка тоже любимочкой при том что я не фанатка барби ну сейчас я загорелась я прям жду потому что по крайней мере я доверяю всем людям которые занимаются этим фильмом что это будет что-то очень крутое и мне кажется что для современного мира это очень классная будет какая-то . в том что барби такая стереотипная кукла потому что мы с вами сегодня разбирали настолько долго что уже успела сесть солнце барби разносторонний персонаж и она не только про вот это вот вот это вот все и мне прям дико интересно как же все-таки развернется этот сценарий но по-любому я уверена что там будет что-то вот как раз о борьбе со стереотипами поэтому ждем если вам понравился этот формат если вы что-то для себя не знаю новое узнали то напишите пожалуйста об этом обязательно в комментариях я читаю все комментарии я буду очень ждать именно ваш фидбэк ставьте лайки этому видео подписывайтесь на канал потому что 30 процентов людей смотрят без подписки напишите о чем вам было бы интересно посмотреть вот у меня вышел выпуск про такое явление как мальчество мы с вами разобрали что это такое откуда-то пошло как сейчас обстоит дело с мальчеством мы с вами и вообще существовало и мальчество раньше или только сейчас тренд появился мы с вами разобрали галу дали и ее биографию также сальвадора дали вместе их отношений рассказала биографию а я вам рассказала про то откуда вообще появилась кукла барби максимально все факты которые я нашла вам сегодня рассказала понравилось ли вам это пожалуйста пишите в комментариях мне будет супер приятно это все почитать и о чем и о ком вы еще хотели бы поизучать и посмотреть буду читать буду смотреть и рассказывать вам если вам понравилось ребят спасибо большое что провели со мной это прекрасное время не расстраивайтесь что видео заканчивается потому что здесь сейчас выйдет обложки фильмов которые или видео роликов которые можно посмотреть и продолжайте этот день вместе со мной я вас целую спасибо вам большое надеюсь что я не запокапил какие-то факты и все было здорово и классно пошла монтировать чтобы все это как можно скорее выложить для вас целую